English, motherfucker! Do you speak it? Просто мразота самая настоящая. Вот мы, я не знаю, я даже сейчас уже горю, смотрю, у меня, точнее, когда расскажу, у меня уже сейчас горит, поэтому... И да, действительно, так оно и есть, потому что этот самый человек – это бородатый лингвист. Он лицемер, он неуч, и он просто всех запутывает и обманывает. Это я вам сегодня докажу. Надеюсь, вы мне поверите. Знаете, он такой наглый мелкий человечек, который пытается критиковать людей, которые намного умнее его, которые намного образованнее его, но он к ним все-таки цепляется и пытается выявить у них какие-то мелкие ошибки. А вот у Дмитрия, который, по его словам, работает с синхронным переводчиком, очень много ошибок, которые встречаются именно у новичков. Чтобы сказать по-английски «я люблю» – «I love». Здесь он очень сильно делает глухой последний звук. Получается не «I love», как «я люблю», «I love», «я смеюсь». И вроде можно было бы сказать, да это он просто так один раз оговорился. Ну, типа, ты тоже говоришь, Кирилл, когда, допустим, какие-то слова объясняешь, говоришь, допустим, не «friendly», а «friendly». Такое же бывает, оговорился просто. «You love» означает «ты любишь или вы любите». «Will not». «Will not love». «I will not love», «you will not love». Что мы будем иметь? «Я живу». «I live», «you live», «he lives», «she lives». Ребят, это происходит постоянно. Как вы видите, в этом отрывке он обвинял Петрова в том, что он оглушает последний звук. То есть у него не «I love», а «I love». Но, знаете ли, бордатый лингвист делает абсолютно точно такую же ошибку. «So, you live in China», «ok, you are from America», «so, you live in China», «you live in China», «you live in...» Думаете, это просто оговорка? Да как бы не так. Смотрите дальше. «Inventions help people to improve the way they live». «Inventions help people to improve the way they live». «I live my life». А он не понимает слово «live», как жить. Здесь он не просто оглушает последний звук. Здесь он еще и неправильно произносит звук, который посередине. Он делает длительную «I», а нужно делать краткую. И поэтому его, собственно, переводчик и не понимает. Но он все скидывает на переводчик. Он даже не понимает, что проблема в его собственной безграмотности. Понимаете? Просто обратите внимание, какой человек попал к нам сегодня на наш хирургический стол. Следующая группа «он», «она», «оно». «He», «she», «it». Абсолютно то же самое. «He», «she», «it». Это чисто по-русски. Чувак даже не парится с последним словом. Он его произносит как слово «есть». «It», да? Он не произносит его как «it», «it». Ему вообще пофигу. Кстати, в сериале «Breaking Bad» там тоже есть этот момент, где говорят «it», «it». И вот в чем разница. Вот на это нужно обращать внимание. Но бардатый лингвист на это внимание не обращает. Но, тем не менее, критикует других и записывает свои какие-то непонятные уроки. Ну, окей, давайте посмотрим дальше. Дальше происходит тоже что-то очень странное. Она читает слова. Только попробуйте прислушаться, насколько изменится произношение. Если я говорю «минт», как я говорила всегда раньше. «Stand», «miss», «easy», «milk», «slim», «late», «dentist». И если я говорю «минт», «stand», «miss», «easy», «milk», «slim», «late», «dentist». То есть, подразумевая потом, что она поменяла только один звук. Только при одном движении языка. То есть, при только одном вот таком движении вы будете звучать как иностранец. То есть, только лишь вот это вот положение языка помогло ей звучать как иностранке. Не похоже ли это на... Каждый звук имеет свое собственное положение губ языка в родном языке. То есть, звук даже «м» и звук «м» они разные. В английском языке он более напряженный. Поэтому она так и говорит «slim». И буква, точнее, и звук «и» в английском языке он более протяженный. «И», «slim». А здесь как раз таки видно, что он не знает, что такое краткое «э». Да, он не понимает, что это такое, потому что здесь он говорит ее как протяженную. Типа «и», «slim». Но «slim» она произносится не так, да. В данном случае неправы оба. И Кишкова неправа, и Бородатый лингвист. Но Бородатый лингвист, он пытается учить, он пытается что-то там пояснять. Однако его объяснение в корень неверное. Это просто дичь, понимаете. Человек пытается кого-то критиковать, но до конца он сам не обучился. Сам не понимает, но все-таки покритиковать он любит. Вот посмотрите видео про батханца. И еще один аспект произношения. Помните, когда она рассказывала про то, как говорит слово «сука»? «I went to the beach». «I went to the beach». Чтобы не путать «бич» с матерным словом, не надо шибко торопиться. «Бич», «бич». «Мат» — это когда «бич». Я этого не говорила. Ну, естественно, от этого не говорила, потому что просто слово «пляж» сказала быстро. Это не то же самое, там звук другой. Там звук «э», 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 «э». Это краткий звук «э», «пич», «пич». И вроде бы там и там «вис» вам вроде как послышалось, но нет. Обратите внимание. «Вис» и «вис». «Вис», «вис». Опять же, тут совершенно другой звук. Послушайте, что у нее получается, потому что разницы между двумя этими звуками вообще не слышно. А в учебнике у него просто написано «зиз» и «зиз». То есть там просто, ну там просто чушь какая-то непонятная. На прошлом уроке мы с вами разобрались с «will». «Вил» — это будущее время. Нет, Мария, «вил» — это колесо, а вот «well» — это уже будущее время. «I will go». Он на этом делает такой акцент, ему так это все не нравится, так все неправильно, как она неправильно говорит. Ну да, неправильно, а ты-то сам че? Ты-то сам вообще, ну, может быть, как-нибудь подготовился бы к своему роликам, а? Может, ты бы хотя бы тоже как-нибудь разобрался в вопросе, прежде чем записывать, а? Потому что, ну, это просто дичь. Чувак вообще ничего не понимает, но при этом как-то пытается критиковать других. Ну, ребят, это, конечно, вообще финиш. Это просто финиш. Также Петров в своем видео критиковал за то, что Петров не до конца рассказал про артикли, про то, что это «э», «эн», что там нужно смотреть не на буквы, а на звуки. «Э» может сопровождаться буквой «эн». Это что означает? Если после этого идет сразу гласная буква, чтобы не звучало «ээкто». Слипно, да? Да, «ээкто». Просто для, исключительно для благозвучия. Опять-таки, вот этот звук «эн», он отражает, откуда произошло это слово. Слово «one» один. «Эн» акта, «эн» актрис. Про артикль тоже не до конца сказал. Дело не в букве, а в звуке. То есть, если мы хотим сказать честь, то должно быть «эн» онер, а не «э» онер, хотя начинается с буквы «эйч». Это тоже все очень важно, но он об этом не говорит. Да, действительно так. Но сам-то, брат и лингвист в своем видео про артикли, что говорит? У него, в свою очередь, тоже есть два вида. «Э» и «эн». «Э» употребляется существительными, которые начинаются с согласной буквы, а «эн» существительными, которые начинаются с гласной буквы. То есть, например, «эйтейбл», но «эйнэпл». «Эйчер», но «эйнэлкоголы». И так далее. С буквы, то есть, да, с буквы. То есть, не со звука, да. Вот я вам еще раз повторяю. Это человек лицемер и неуч, потому что он сам этого не знал. Да, он сам этого не знал. Потому что он неуч. Он тупой неуч. Вот в чем дело, ребят. Но вы ему верите, да, ролик про Петрова 40 тысяч просмотров. Молодцы, про Батхан там тоже целая куча просмотров. Классно, да. Давайте, давайте, верьте этому идиоту. Ну, ладно, с артиклями, ладно, пофиг, у фиг с ними с артиклями. Давайте посмотрим, как он сам говорит на английском. Ведь он обвинял Петрова в том, что там нет записи того, как говорит, ну, как он говорит на английском, да, как Петров говорит на английском. Окей, хорошо, бородатый лингвист, давайте посмотрим на тебя. Как же ты у нас говоришь на английском? У него на канале есть два видео. Давайте, давайте посмотрим. Я вам сначала покажу небольшой отрывок, где он говорит, а потом мы уже будем разбираться более детально, смотреть, где у него там что да как, как же звучит его идеальный английский. С Letters кон microbial политической области подкреплены. Ну, во-первых, что мы можем сказать? Говорит он очень просто, это точно. Во-вторых, скорее всего, вопросы у него заготовлены, поэтому даже свои заготовленные вопросы он умудрился сказать с ошибкой. Че, вообще, как так? То есть он в принципе не знал этих правил. Да, он действительно их не знал. Плюс ко всему, послушайте на его ужасное произношение. Чувак говорит с чистым русским акцентом. Он прям, я не знаю, это не тот уровень, который вообще может кого-то критиковать, понимаете? Потому что, ну, это дичь какая-то. Чувак просто, ну, я не знаю, ну, он, я не знаю, он просто тупой. Ну, вот это единственное, что я могу сказать. Потому что только тупой человек может вот эти свои знания давать на показ какие-то, да, там, свои уроки, эти свои разговоры, потому что он идиот. Ну, вот реально, ну как, я не знаю просто, как еще про него сказать. Вот это вот, ну, такой вот человек гнилой, то есть человек реально нехороший. Плюс, как я уже сказал, у него действительно много грамматических ошибок, о которых давайте тоже немножко сегодня поговорим. So, we have a great interview in Russia, his name is Yuri Dut. Okay. And he has three, I would like to say, signature questions. Okay. Okay, so the first of them. The first of them. Чего, а нельзя было сказать the first one? По-моему, так было бы логичней. The first one, the first one. Первый. Зачем тебе the first of them? Это чисто по-русски, то есть чувак чисто просто в голове переводит на русский язык. Ну, ладно, об этом мы поговорим чуть попозже. Давайте дальше посмотрим. So, what is it in rubles, do you know? In rubles, close to 80,000. In rubles. Блин, ну, да, конечно, давайте критиковать Петрова с Батхан за их ошибки, да? Но, блин, rubles ты не знаешь. Да, ну, окей, молодец. Классно, круто, чувак, вообще прям реально, респект. Идем дальше. You said three signature questions. Yeah, the next will be in the end. The next что? The next что will be in the end? The next one. Следующий вопрос. The next one. Или the last one, последний. Чё это вообще за фигня, чувак? Ну, типа, реально, ты такие вещи говоришь, типа, реально, на уровне какого-то первоклассника. Now, as you are in Russia, I would like to ask you, what can you say about Russia? What is your... What is your... How do you think about Russia? What is it? What is it for you right now? How do you think about Russia? Серьёзно? How do you think about Russia? То есть, не what do you think about Russia. Опять же, это чисто русский перевод, как мне кажется. Просто чувак, видимо, до конца не доучился, но решил вот блеснуть своими гениальными знаниями. Решил всех обучить, решил всем рассказать, как нужно жить. Но сам-то он до конца-то и не научился. Причём, это не единичный случай. Но это вот how у него вообще постоянно. How do you think? So, how do you think? How do you think? How do you think about it? Он постоянно говорит how do you think вместо what do you think. И это, ребята, тоже, это зашквар, скажем так. Ну, то есть, это объективно не то, что он оговорился. Он просто не знает, вот в чём дело. What do you think about Russian people? You know, okay, you know us, you're friends. And what about, like, just people which you met on the street? Just people which you met on the street. Ну, молодец, да, только люди это что, неодушевлённые? Да? То есть, люди это кто? Это непонятно кто это, зомби? Это, я не знаю, кто это, демоны какие-то? Я фиг знаю, это, наверное, зомби, по-моему, даже считается одушевлённые. Что такое? Кто такие? Which? Ну, либо who, либо whose. Okay, that's how I thought, mate. That's how I thought. Молодец, да, то есть, не that's what I thought, да, а that's how I thought. Ну, я говорю, с этим how у него огромные проблемы. Он почему-то его везде пихает, думает, что так должно быть. Ну, молодец, молодец. Окей, идём дальше. Здесь слышно, что он не оговорился, потому что он сначала сказал relationships и потом сказал are, хотя, по сути дела, relationship. Вообще, в данном случае это отношения в единственном числе, потому что отношения между Америкой и Россией это, в принципе, отношения, а не одни. Потому что, да, в русском языке отношения это имеет множественное число, да, в английском языке, если мы говорим про множественное число, то мы говорим про отношения какие-то, я не знаю, ну, допустим, между разными людьми. У них, типа, разные отношения, да, у всех. То есть, там, грубо говоря, три парочки, да, и у них у всех разные отношения. Тогда это будет во множественном числе. Но вообще, когда идет отношение между Россией и Америкой, это точно должно быть в единственном числе Но да, он этого не знает, он этого просто не знает Что это вообще? Это чисто на русском, чисто перевод с русского, затронуть эту тему Блин, чувак, серьезно, то есть не spoke on this subject, да, ну или хотя бы ладно, можно было бы Touched on this subject, ну хотя опять звучит как тупо Просто spoke on this subject, you spoke about that, да, то есть так можно было бы сказать Но theme, theme это тема, которая играет в фильме, да, тема, тема фильма, вот это theme Ну а, я не знаю, прям, ну типа это реально, это капец какой-то Это чисто перевод с русского на английского, который происходит у этого чувака в голове Как вообще, я реально не понимаю, честно, искренне не понимаю So, this law, it's, it's, has a conflict with constitution, because constitution forbade this So, do you have some kind of laws? Ну, во-первых, да, ладно, хорошо, здесь он, конечно, оговаривался, это мы сильно трогать не будем Но, тем не менее, здесь есть ошибка Он сказал constitution forbid this, хотя нужно было сказать constitution forbids Конституция запрещает Да, ну я даже не говорю о его каких-то там взглядах, то есть это, ну реально, какой-то школьный максимализм, который он там что-то пытается кому-то доказать То есть сам ролик, он, я не знаю, как будто какой-то школьник, который пересмотрел Навального, что-то там пытается разглагольствовать об этом Ну это реально, это просто дичь какая-то, я не знаю Я просто этого человека, ну вот, искренне, ну вот, не понимаю И вот сейчас, после просмотра всех этих видео, начал искренне презирать за его глупость какую-то непонятную Потому что, реально, человек, ну, он, видимо, не очень хороший Окей, let's start from the Trump Здесь вообще просто комбо Let's start from the Trump Во-первых, тут let's start with, да, давайте начнем с не from ни в коем случае А во-вторых, почему у него перед Трампом какой-то непонятный артикль Трамп это человек, не может быть там артикля, типа, это реально ошибка, это просто чушь Наверное, оговорился, конечно, но это реально, это очень странно Ну, типа, как минимум, он не знал from и with, он не знал этой разницы А должен был, он же все-таки критик Что? То есть, он, наверное, хотел сказать, я налью пиво, пока ты будешь думать Наверное, I'll pour some beer while you're thinking Может быть, как-то так То есть, он не сказал I pour some beer Нет, он сказал I put Ну, явно, чувак просто не знает, реально То есть, возможно, где у него вопросы заготовлены, он все понимает, там, там, нормально где-то написал, да Но когда речь заходит о живом общении, он начинает тупить и сыпаться Ну, окей, вот такие вот нас критики, ребята It's called racism, man That's right, I'm gonna put that down It's called what? It's called racism Racism такого слова нет, есть racist It's racist, it's called racist And, ah, about racism Is it racist? Racism? Because many people say to me that this is a racism It's racist Oh, cool Это, опять же, он не оговорился Реально, ты прям, ты прям мой герой Молодец I think now my subscribers Many of my subscribers will throw rotten tomatoes at me Ни в коем случае не in Опять же, это чисто русский перевод I should be more prepared for this question I should be more prepared for this question Это, скорее всего, можно было бы сказать, если бы ты говорил о будущем Да, то есть, я должен подготовиться к этому вопросу То есть, который будет завтра, да, грубо говоря Но, если ты говоришь о прошлом, то тогда I should have been prepared I should have been prepared for this question То есть, мне следовало лучше подготовиться Но ты этого не знаешь Ты знаешь только, как критиковать учителей Ты только знаешь, как критиковать курсы Да, ты только знаешь, как говорить говно про других людей Но сам почему-то ты не подумал, что нужно как-то свои знания совершенствовать Молодец, круто, круто And you didn't ask my question How do you think, is censorship is necessary for some countries? Тут тоже, опять же, столько косяков Ладно, первое, он оговорился Он сказал ask my question Хотя, наверное, он имел в виду answer my question You didn't answer my question Окей, fix him Во-вторых, слово censorship Почему оно произносит как censorship? Censorship То есть, оно произносит, опять же, по-русски Censorship Princess Censorship Это, опять же, было у Вирджинии Био Вульф И странно, что этот чувак на них ссылается Но в видео их так, посмотрите, не удосужился Типа, чё? Ну и в-третьих, конечно же, он два раза повторил глагол to be Is censorship is necessary for some countries? Чувак, ты же за это ругал Skyeng Ты ругал Skyeng за то, что их преподаватели говорят неправильно И ты это упомянул как ошибку Окей Угу Ты не заметил просто так Скорее всего, ты просто не знал о их существовании Free speech allows you to speak about anything Free speech allows Да, то есть там всё-таки present simple Окончание S Алё, чувак, это банальные вещи Ты даже здесь запоролся, блин, как так? Чувак, это же... Это реально, это капец Это просто... это же... У меня даже слов нет никаких Это просто жесть Nothing happens not for reason, right? Exactly Окей, that's good Nothing happens not for reason Или nothing happens without reason То есть ничего не случается без причины, да? То есть всё случается почему-то Nothing happens without reason А не not for reason Ну, это реально, это типа... Я не знаю, как он вообще говорит, откуда Такое чувство, что он до этого вообще никогда не общался То есть он просто где-то там у себя учился В своём каком-то городе там где-то что-то научился Где-то какие-то фразочки услышал Где-то какие-то грамматические правила Выучил не до конца И решил об этом всем рассказывать И вот так вот он и общается То есть вот это вот его общение, да? Вот это его уровень Нормально, круто, круто, молодец Прям просто огонь, реально Критика просто высшего уровня А помните, как он ругал Ягодкина за то, что тот Намеренно упрощает все правила, да? Не рассказывать, якобы не зная о них Во-первых, 12 времён английского языка Это броньё В реальность используется 7 времён В суде 8 А если выйти на улицу, там будет 4 времени Американцы в этом смысле не парятся 4 времени охватывают 95% всего разговора Ну вот он и пока Вот мы и видим его уровень Человек знает английский на уровне 4 времён Всё, больше он ничего не знает Какие... Ну, охеренно Я вам расскажу всю грамматику Но из 12 времён расскажу 4 Вот так вот, ребят Вот он, вот он, вот он, вот он Вот он этот человек Вот они бизнес-тренера Только нужно не понимать то, о чём ты говоришь Когда он говорит, что расскажет про всю грамматику Но расскажет всего 4 времени Замечательно, просто охеренно Да какая разница Пользуется, не пользуется Неважно Во-первых, ну да И плюс ко всему я скажу, что люди пользуются Не везде, не всегда, но пользуются И тем не менее, всё равно, говорят, да, 4 Всё, всё, вам 4 надо Забирайте Я вам расскажу Потому что про другое он не знает Знаете чё? У нашего героя есть такое тоже Я могу сказать I like to play Dota 2 Это первое Также мы можем вместо глагола Использовать герунди То есть вместо второго глагола Мы можем сказать I like playing Dota 2 Вот и всё Это и есть герунди Play Играть Playing Как бы игра Играние Run Бегать Running Бег Смотреть Просмотр Смок Курить Smoking Курение Вот и всё Это вся тема Всё настолько просто Вот и всё, ребята Реально, ну типа всё Больше там не про чё рассказать нельзя То есть там нет особых глаголов После которых ставится только инфинитив Да Там нет других глаголов После которых ставится только герунди Просто Ну вот и всё То есть вот по сути дела Вот она разница вся Да, записал ты видео на свои там 3 минуты Или 5 минут Молодец, круто, красавчик Но А может какие-то объяснения Всё-таки можно сказать, а? Может можно всё-таки Как-то объяснить чуть подробнее Ты же всё-таки ролик на канал записываешь Или чё это такое? Зачем вот это вот прощение? Ты просто людей запутал сейчас Ну типа реально Это просто дичь какая-то Я вообще в шоке То есть ну реально Это просто дичь какая-то И вообще что касается его объяснений Там реально много ошибок То есть вот смотрите на это В мае 92-го Он Мэй Найнтин Найнтисеконд И так далее, да? Ну то есть понятно Ориентируемся от меньшего Антонина Не забывайте про Антонину Ещё Серьёзно? Он Чувак, ты рассказывал об этом правила Ты рассказывал всем Как нужно употреблять эти три предлога И здесь ты запоролся? Серьёзно? Почему ты не перезаписал? Почему у тебя просто какая-то Всратая подпись внизу? Почему так? Чувак, это ну типа реально Это дичь Ты либо вообще не проверяешь информацию Либо ты просто тупой Либо я не знаю Либо ты просто не очень Я не знаю Ну возможно ты просто думал Что ты такой гениальный учитель И можешь всем всё это рассказать Но на деле ты ничего не можешь То есть на деле вот я показывал Что твои ролики Абсолютно бесполезны Твои ролики могут только запутать И сделать всё только хуже Блин, ну это реально Ты сделал из себя какой-то Я не знаю Образ какого-то гениального Знатока Методиста и так далее Про методику мы сейчас тоже поговорим Очень нам будет интересно посмотреть Что же у тебя за методика такая? Потому что ну это просто дичь Серьёзно Ну это реально Чувак сказал Он Мэй Хотя должно быть Ин Мэй Ну окей Ну круто Реально ну типа Вот герои ваши Молодцы Да Прям ну типа у меня реально слов нет Я просто реально в бешенстве от такого человека Потому что он говорит Говорит о таких высоких вещах Там что-то рассуждает об английском На деле не знает элементарщины простой Давайте посмотрим дальше У него же там не только эти ошибки Nearby в первую очередь Может конечно же употребляться самостоятельно То есть допустим My car is nearby Моя машина рядом Дальше он может стоять либо после существительного Либо перед существительным От чего это зависит My car is bank nearby Моя машина рядом с банком Когда он ставится после существительного То он имеет значение рядом с этим существительным Если я скажу что My car is at nearby bank Это значит что моя машина с ближайшим банком Моя машина стоит с ближайшим банком То есть когда nearby стоит перед существительным Она выполняет функцию прилагательного С банком каким Обратите внимание на второй пример Вы заметили что все это очень странно Что все это может переводиться как Моя машина это банк nearby Ну типа моя машина это банк рядом То есть такое чувство что это название банка Он не сказал Потому что здесь ошибка Здесь должно было быть My car is at the bank nearby То же самое я могу сказать и про третий пример Там не хватает the My car is at the nearby bank То есть реально это ошибка Это ошибка Это косяк То есть о которой он не говорит Который может запутать студента Но он даже не заметил Он даже не поправил это нигде И даже там в комментариях Об этом не написано Я думаю что он скорее всего Об этом не знал просто-напросто Потому что ну вот Потому что он решил рассказать Вот ну вот просто захотелось ему рассказать Он посмотрел какие-то две статьи И решил о них рассказать Вот такой вот человек Да вот он Молодец Давайте дальше Что там еще есть одна офигенная ошибка Это между прочим Между прочим сейчас буду показывать Самый первый урок То есть с чего он начинал свой YouTube канал Блин Ты начинаешь свой YouTube канал Но ты как-то заморочишься на первом видео Потому что когда ты заходишь к нему на канал Да это видео Если ты новый подписчик Это видео будет самым первым То есть оно будет на главной Давайте посмотрим Что же это за видео такое Давайте попробуем составить простое предложение Начнем с первого лица Скажем я студент Сначала у нас идет подлежащее I Потом идет Am I am Студент На самом деле звучит так же как и на русском Ну практически Student У нас получается I am student Дословно Я есть ученик Я являюсь учеником Легко? Easy Ну вы поняли То есть артикли Вот реально чувак Вообще не знает ничего Про артикли Про предлоги С отвратным произношением То есть вот такие вещи Которые по сути дела Должны исправляться в самом начале Которые должны ставиться То есть вещи Которые сложно даются иностранцам У него в какой-то жопе То есть у него и предлоги у него в заднице Артикли у него в заднице Произношения у него в заднице Вот вам пожалуйста бородатый лингвист Это сборник всех ошибок Которые могут быть в человеке Вот он пожалуйста Учитель, критик, новатор Я не знаю как угодно его называйте Но по мне так это просто Ну я не знаю Он тупой скорее всего Просто тупой Вот бывают такие люди Он просто не вышел как-то головой Не обучился нормально И решил других людей учить Хотя за собой он что-то не подумал об этом То есть он не подумал о том Что можно себя обучить сначала Чтобы потом уже кому-то что-то преподавать Что касается его методики Помните как он троллил в видосе про Батхан То что у нее там грамматическая переводная методика И то что она то говорит про то Что у нее там какая-то коммуникативная Но сам бородатый лингвист Вроде как и не против Грамматика переводного метода То есть он говорит что Галицинский это плохо Что это все ужасно Но тем не менее Под каждым его видео стоит ссылочка на что? Правильно На Галицинский Скачивайте пожалуйста Ребят смотрите Это отличный сборник упражнений Просто класс И знаете что? У него в первых грамматических видосах Он выдавал задания То есть у него были задания Типа домашнее задание Наверное делал чтобы Комменты как-то Чтобы люди писали Так вот Знаете какое домашнее задание у него было? Это просто вырезка из Галицинского Он взял Галицинский Он вырезал оттуда задание Склеил это все где-нибудь в фотошопе В пенте И просто закинул это как домашнее задание Делайте Вот пожалуйста Просто кушайте Да вот берите Коммуникативная методика у него Понимаете? На самом деле бородатый лингвист Он критикует других людей За то что у них там какая-то неправильная методика Или то что они как-то что-то неправильно делают Но тем не менее Тем не менее Что? Тем не менее Сами видите что у него здесь происходит Да тем не менее Сам он подвержен всем тем же ошибкам Всем абсолютно ошибкам которые он критикует Начиная от произношения Заканчивая методикой То есть ну реально Ну как это? Как это можно еще объяснить? Я не знаю Знаете у него еще есть видео которое он скрыл По сути дела там тоже школа ничем такая не выдающаяся Преподает с помощью грамматика переводного метода Но он ее скрыл Да вот Давайте перейдем к итогу Что у нас получается? Плюсы Плюс школа действительно предлагает какую-то систему образования Занятия у них проходят через день То есть через день вы учитесь с учителем один на один Как говорит Олег Срубанов со средней руки репетитором Да Получается потом вы у вас на следующий день Вы занимаетесь на платформе Все это происходит на их платформе В удобное для вас время Вы можете разделить занятия Тоже замечательно Оплатить вы можете по частям То есть либо каждую неделю Либо каждые две недели и так далее А у преподавательницы которая была у меня У нее хороший английский Да есть акцент Но я опять же повторюсь в этом нет никакой проблемы То есть если вы пропустили какой-то вам Вы перекинуты и будут вас в курсе уже два месяца А там два месяца и один день Плюс еще один огромный плюс Они за первые дня могут вернуть деньги И могут вернуть деньги после курса Я не знаю хорошо это Я не знаю как они будут возвращать Если вам не понравится курс Но вообще если вы два месяца будете учиться каждый день То конечно у вас будет какой-то результат в любом случае И поэтому конечно деньги они не возвращают Я не знаю Но поэтому вот с этим вот возвращаем денег Ну это какая-то очень странная тема Я не знаю Минусы цена Я не сказал бы даже что это большой плюс и минус Давайте разберемся Двенадцать тысяч девятьсот рублей Мы делим на 60 Если мы учитываем, что каждый день Получается 215 рублей занятия Это входит в оплату преподавателя Это входит в саму платформу То есть когда вы занимаетесь один без преподавателя Если это умножить на 2, получается 430 рублей То есть это если только за уроки преподавателя 430 рублей это не такая большая сумма Единственное, что из-за того, что мы платим практически каждый день То есть через день То получается вот такие вот деньги Насчет денег я не могу ничего сказать Думайте сами Что касается преподавателя Я очень не хотел этого говорить Потому что мне девушка это очень понравилось Я понимаю, что она разбирается, что она понимает Она что-то знает о методике Но дело в том, что я ее нашел Я ее нашел в соцсетях, и этот 100% фанат, потому что мы с ним немножко поговорили, но не мы, а левый аккаунт. И она еще учится в университете, и, как я понимаю, либо второй, либо третий курс. То есть это не преподаватель с высшим образованием. Хорошо это или плохо? Тут, ну, конечно, да, это плохо, потому что нет еще полноты знаний, которые есть у человека, который закончил университет, у него было больше жизненного опыта и больше практики. У нее этого не заседает. У нее есть практика, там, обучение с репетиторами и так далее, то есть когда она работает репетитором и так далее. Но это все равно немножко неправильно. Опять же, хочу посмотреть, для начального уровня, если вам нужен начальный уровень просто для того, чтобы начать изучать язык, она прекрасный вариант. То есть она вам объяснит, она знает такие моменты, которые вы не знаете, она, ну, у нее неплохое произношение, она вам расскажет про приложения какие-то, про сериалы, то есть про книги. В этом есть логика, да, в этом есть логика. И в принципе то, что у нее сейчас нет высшего образования, это не так страшно, потому что она может преподавать начальный уровень. Это неплохо. Что касается отзывов? Отзывов нет. То есть есть только их отзывы у них ВКонтакте, у них на сайте, у них там вот где-то в их сервисах. Но это связано с тем, что эта школа еще молодая, она только в августе открылась, потому что вот я нашел объявление, где они учат человека, который будет, ну, пиар-менеджером, который будет в соцсетях распространять рекламу. Что касается каких-то других отзывов от людей от обычных, их нет, и это очень настораживает. Ну, или настораживает, я не знаю, это просто странно, потому что их нет. Деньги, опять же, повторюсь, не маленький. Тут еще очень важно понимать, что это не панаце и за два месяца вы английский не выучите. То есть вам придется платить 1900, там или сколько-то, и дальше, 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 и потом все это время. То есть английский, изучение английского, это очень длительный Я разработал авторскую систему обучения английскому языку, аналогов которой нет на рынке. Она уникальна и полностью отличается от традиционной модели обучения. Только что я вам показал на примере всего этого, что она абсолютно обычная и традиционная. Там нет ничего новаторского, она просто нормальная, обычная система. Потому что когда он покритиковал Батхан, да, за то, что она использует коммуникативную методику, он решил его скрыть. Вот так вот, да. И вот вы знаете, вы не можете сказать, ну, слушай, ну, Кирилл, ну, это же все старый видос. То есть ты сейчас разбираешь его старый видос. Возможно, он за какое-то время научился чему-то. Возможно, за там, за три года, за два года. Он понял свои ошибки и решил как-то исправить. Ну, вот последний его ролик про Хабиба. Вот, пожалуйста. Ну, и там в конце слышится, как он говорит, biggest fight on the year. And that's why he here, you know, like biggest fight on the year. Ну, во-первых, нужно артикль the biggest fight, да, the biggest превосходная степень. Ну, и, конечно же, in the year, не on the year. Он здесь, опять же, накосячил. Неправильный предлог. То есть с предлогом у него до сих пор проблемы, что ли, или что? Вот видео про гугл-переводчик. Считаем принципиально важным, чтобы не допустить рисков рецидивов подобных акций в будущем. Да, здесь, конечно, небольшая проблема с опознаванием. Опять же, изначально из-за того, что там было съедено, проглочено слово считаем, Google его не услышал, поэтому мы первую часть разбирать не будем. Но, тем не менее, я уверен, что если бы он услышал нормально, там бы он перевел все правильно. Меня больше интересует вторая часть. Вот здесь уже более интересно. Чтобы не допустить рисков рецидивов подобных акций. И обратите внимание на слово акции. Ее перевели как stocks, потому что здесь имеется в виду дословный перевод. Акция, которая проходит в магазине, там, или еще где-то. То есть здесь, опять же, получился Perl. То есть здесь именно суть в том, что Google перевел то, что они не хотят допустить возвращения подобных акций в магазине, грубо говоря. То есть подобных скидок, грубо говоря, они не хотели. То есть, когда я скинул этот Джо своему товарищу американцу, он говорит, а почему они не хотели возвращения скидок? То есть, что, как-то плохо на прибыль влияет или что? Он здесь сказал про слово stocks, да, про акции. Он неправильно про них сказал и рассказал. То есть, ну, человек не до конца разбирается в теме и решает на нее высказаться. Ну, вот такой вот у вас кумир. Вот такой вот у вас кумир. Вот, пожалуйста, ставьте ему лайки дальше, продолжайте вот эти все вот вещи, которые он делает. Давайте, все, да, поддерживайте его. Классный парень, вообще матный. Просто сам ничего он не знает. Сам он просто говорит от балды. И вот, собственно, собственно, вот такой вот человек. Ну, что я могу сказать? Делайте выводы сами. То есть, делайте выводы, кому вы верите и кто вас учит, кто вам говорит, как вам нужно учиться. Потому что этот человек сам по себе ничего не знает. Но критиковать он будет много, потому что сам своего он ничего сделать не может. Ладно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии. И ни в коем случае не забывайте, что английский, это слишком изи. Пока. Ну, а теперь привет всем, кто остался. Привет всем. Меня зовут бородатый лингвист. Я, наверное, должен как-то оправдаться. Но это будет честный разговор перед камерой. Скорее, знаете, этот ролик это такое. Я пытался как-то рассказать, ну, про себя, открыться, чтобы вы действительно не думали, что я такой гений какой-то, непонятный человек, который знает все на свете и пытается умничать. И на самом деле за собой как будто бы я ошибок не замечаю, потому что сейчас люди, которые начали приходить на видосы, которые я критикую, они переходят по другим ссылкам, то есть они переходят на другие мои видео и начинают, ну, говорить там, ты сам тупой, ты сам тупой. Да, действительно, я тупой. Я могу это признать, да. И действительно, те видео, которые я записывал, будучи, ну, которые грамматические видео я записывал, я записывал еще студентом. Я был на четвертом курсе. Кто-то может сказать, что на четвертом курсе уже таких ошибок быть не должно. И я с вами, наверное, соглашусь. Я не могу сказать, что я был каким-то гениальным студентом и что я учился в каком-то супер престижном университете, и я не могу сказать, что я был отличником, да, каким-то. То есть, ну, я просто учился и учился, да, у меня, как у всех, есть ошибки, которые, ну, вот, за которые я за собой не замечал, видимо. Ну, возможно, я хотел как-то поделиться с миром своим, с моим видением, скажем так. Ну, будучи уже, проходя через какой-то опыт, смотря на других учителей, проходя практику, читая новые книги, читая книги, которые советуют мои подписчики, которые являются настоящими учителями со стажем, я начал понимать, что я действительно, ну, я действительно еще мало знаю, и если бы я с нынешними знаниями, даже вот которые сейчас, когда я уже побывал в Китае, как-то апгрейднул свой английский, общаясь с множеством носителей, да, хотя опять еще есть куда расти, да, и до сих пор у меня есть ошибки, которые, которых, которые, ну, которые действительно имеются, которые есть как у меня, так и у Петрова, да, которого я критиковал, и у Батхана, у меня точно такие же ошибки, тут я спорить не буду. И я их стараюсь исправлять, я их стараюсь исправлять каждый день, я стараюсь над всеми работать, я Я стараюсь над собой работать. И поэтому, да, я просто обыватель, по сути дела. Я не профессионал. Я не беру сейчас учеников. То есть у меня были дети, которых я пытался учить английскому. И, признаться честно, я в начале своего пути преподавал с помощью грамматика переводного метода. То есть я давал им задания из Галицинского. И действительно, поскольку вы видите ссылки на Галицинский в моих видосах под моим видео, я действительно считал, что это классный, крутой учебник до тех пор, пока я не узнал новые учебники. То есть, да, я прохожу через этап обучения. Я косячу. Я делаю ошибки. Я как-то пытаюсь искать новые методические приемы. Я пытаюсь узнавать что-то новое. И поэтому меня и бомбит, когда я вижу неучей, которые не до конца доучились, но продают свой курс. Понимаете, в чем дело? То есть они едят по стране, дают какие-то лекции о том, как нужно преподавать. Именно о том, как нужно преподавать, давая какие-то основные понятия об английском, какие-то непонятные вещи, которые должны знать все, да, какие-то мистические вещи. Я вообще приправляю все это какими-то очень красивыми словами. Меня это действительно злит и обижает, потому что люди, которые преподают, они тартят огромное количество времени на то, чтобы апгрейдить свои скиллы, да, чтобы как-то совершенствоваться. Но те люди, которые показываю я, совершенствоваться-то вроде как и не пытаются. Вот я снял видео про Марию Батхан, да, она даже написала в комментариях, сказала, что очень круто, это очень освежает и так далее, но курс свой она до сих пор продает. Улучшило ли это как-то? Нет, не думаю. Что касается Петрова, тот тоже ездит до сих пор по всей стране, расскажет про какие-то методы улиток и прочую дичь. Помогло это? Не думаю. Ягодкин тоже до сих пор делает все то же, то же самое, ему на все наплевать. Как бы всем им пофигу. То же самое Алекс Рубанов, который обманывает своих студентов, на которого мы, скорее всего, скоро сделаем видео очередное. Потому что, ребят, ну, вот так вот, вот так вот, да, меня это злит, меня это обижает. И я сам такой же тупой, то есть я сам же тупой, поэтому я не продаю свои курсы. Мне предлагали очень много раз, что, Кирилл, давай сделаем что-нибудь подобное, давай там сделаем курсы продавать, там туда-сюда, давай сделаем вебинары и так далее, будет здорово, классно. Или там звали методистом в какие-то школы, хотя, по сути дела, из меня методист, как я не знаю из кого. То есть такие предложения мне поступают, но я не чувствую то, что я могу это делать. Я не чувствую то, что я как-то действительно получил те самые знания, которые помогут мне сделать какой-то курс, за который мне будет не стыдно. И поэтому я этого не могу сделать, поэтому я этого и не делаю. Поэтому я сейчас, мне реально стыдно за свои старые видео, потому что я знаю, что в них много ошибок, и мне нужно было разбираться больше, мне нужно было больше общаться с другими людьми, чтобы они мне помогали делать эти видео. Но, тем не менее, я делал все сам на энтузиазме на каком-то, да, и делал с ошибками. Вот в чем дело, да. И мне это действительно стыдно. Скрывать ролики я, конечно, не буду. Пускай будут. Мне пишут люди, что им это как-то помогает. Я закрепляю комментарии какие-то, да, когда мне пишут о моих ошибках, потому что, ну, так должно быть. Или говорю в следующих роликах, что это ошибка, да, что там у меня в прошлом была ошибка. То есть, да, действительно, этого может быть недостаточно, но вот так вот получается, да, вот так вот получается. И даже сейчас, то есть, уже будучи со своими там какими-то знаниями, я не знаю, какой у меня уровень английского. Я никогда не сдавал тесты, TOEFL, TESOL и так далее, потому что я живу в городе довольно далеко. То есть, я жил в Китае, я хотел его сдать в Китае, но так получилось, что я сейчас застрял в России и ничего сделать не могу. И поэтому живу я в другом городе совершенно, и ехать мне до ближайшего вот этого центра, где можно сдавать TOEFL, очень далеко. Ну, не то, что очень далеко, 6 часов на автобусе или 7, что-то такое. Ну, короче, сами понимаете, не очень приятная штука. Можно, конечно, но не очень-то и хотелось. Ну, и стоит он, понимаете, сами довольно дорого. Поэтому своего уровня, честно говоря, не знаю. Я склоняюсь к тому, что у меня где-то что-то после B2 и до C1, то есть где-то так, где-то между этим. Думаю, ближе к C1, но, опять же, сильно себя хвалить не хочу или как-то про себя говорить, потому что это может определить только настоящий тест, который показывает это, да. У меня нет возможности этого сделать. Все тесты, которые в интернете бесплатные, они все показывают абсолютно разные. Что-то показывает, что у меня C2, что-то, что B1, поэтому берем среднее арифметическое. Что-то такое получается. Я признаю свои ошибки и я косячу, ребят, я косячу. Я просто обыватель, обыватель. То есть я не профессионал, у меня нет сертификатов международных. Я просто смотрю со стороны на то, что происходит в образовании, насколько люди пытаются обмануть других людей вот этими своими манипуляциями, выдавая какие-то дебильные совершенно методики, которыми никто не пользуется. Но, тем не менее, выдавая это за какую-то конфетку. Меня это злит, меня это раздражает. И я на своем таком обывательском опыте, да, то есть на своем таком низком, скажем так, профессиональном уровне, то есть я, скажу честно, я не знаю там что-то очень много о методике. Я просто учился в универе и как-то, ну, выхватил какие-то моменты методические. Опять же, прочитал там несколько статей, там немного информации, которую мне скинули мои товарищи преподаватели. То есть это все мое знание методики. Но я просто вижу, что даже с моими знаниями то, что они говорят, это полная чушь. Просто полная чушь, которая, ну, не поможет никак научиться. Вот в чем дело. Просто мне хотелось высказаться. На меня подписалось в последнее время очень много человек. И я решил, что я не хочу выдавать себя за того, кем я не являюсь. Поэтому, ребят, да, действительно, у меня есть ошибки, они есть у меня даже сейчас. Да, то есть там, то есть сейчас даже я говорю далеко не идеально. Как-нибудь, может, запущу стрим, где буду разговаривать со своим товарищем американцем. Вы все услышите, что там очень много есть над чем работать. Поэтому, да, как-то так. Ну, просто я считаю, что вы должны были это знать. И если вы считаете, что моего уровня недостаточно для того, чтобы обозревать тех людей, которых я обозреваю, пожалуйста. Просто это показывает лишь то, что даже люди с моим не очень высоким знанием методики, там, языка, да, они видят явные косяки в курсах, которые люди продают за деньги. Причем за немаленькие деньги. А это, как вы сами понимаете, ну, плохой звоночек. Поэтому, как я уже сказал, сами решайте, кому вам верите, кому нет. Я просто высказываю свое мнение и как-то пытаюсь это подкреплять какими-то данными. Поэтому спасибо еще раз за просмотр. Ставьте, что хотите. И ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком easy. Пока.